Привет всем любителям пива! Сегодня будет несколько футбольный выпуск, потому что за мной, не побоюсь этого выражения, практически самый узнаваемый футбольный стадион среди болельщиков, причем абсолютно неважно, за какую команду они болеют. Ну а если вдруг вы его не узнали, либо не сильно интересуетесь футболом, это стадион футбольного клуба Краснодар. И вы наверняка спросите, при чем здесь, собственно, пиво. А при том, что, оказывается, у этого футбольного клуба есть свое клубное пивко. Да-да, и это вызывает еще больше уважения. Ни у одного другого клуба я такого, если честно, не встречал. Да и в целом, хочется выразить респект Краснодару, потому что это яркий пример того, что за частные и относительно небольшие по футбольным меркам деньги можно сколотить практически топ-клуб. И, оказывается, можно не только яхты с виллами покупать, а вот оставлять вот такое наследие в виде футбольного клуба, вот такого замечательного стадиона, всей инфраструктуры, которая построена вокруг него, и еще создавать задел на будущее. Это я сейчас про детскую футбольную академию. В общем, на этом футбольная минутка заканчивается. Пора переходить непосредственно к пиву. И будем обзор уже делать в гостинице, потому что все-таки в культурном месте находимся. Буха здесь как-то не камильфо. Поэтому переходим к обзору. Итак, вот оно наше пиво. Довольно простенько выглядит, но, надо сказать, стильно. В принципе, мне дизайн нравится, ничего лишнего в нем нет. Исключительно клубная символика. Это герб футбольного клуба Краснодар. Сверху, собственно, сам бык и лозунг быки вперед. Ну и, конечно же, ТТХ-шечки, то бишь, характеристики. Это 4-2% алкоголя, 11% плотности. То есть, это такое незамысловатое, светлое, простое пивко. Именно вот то, что нужно за просмотром футбольного матча. Потому что, на мой взгляд, для таких вещей пиво должно быть простым, но при этом не гадостным. Здесь сложный вкус абсолютно не нужен, потому что на первом месте у нас не пиво, а именно просмотр футбольного матча. И напиток вот как раз не должен нам портить все вот впечатление за этим занятием. И, кстати говоря, как вы думаете, кто производит это пивко? Конечно же, не сам клуб Краснодар. Потому что это, ну, даже у господина Галецкого нету столько денег, чтобы делать отдельную пивоварню под клубное пиво. Точнее, не то, чтобы у него нет денег, это просто экономически нецелесообразно. Гораздо логичнее поручить это дело тем, кто умеет это делать и причем делает это давно. А именно, Очаковский пивоваренный завод, который также находится в Краснодаре. В общем, чем отличается это пиво? Характеристики, как я уже говорил, довольно простые. Однако здесь есть в составе, помимо светлого солода и хмеля, есть еще карамельный солод. И я уже много раз говорил, что вот в светлом простом пиве карамельный солод очень хорошую всегда роль играет в том плане, что он как-то выруливает вкус пива в нормальную такую насыщенную сбалансированную сторону. Ну, не то, чтобы по вкусу вкусно, но по сути вкусно. Я уже много раз говорил, что в подавляющем большинстве своем вот такое простое светлое пиво, это сплошная уринотерапия. Моча, аслины. Несмотря на все огромное разнообразие, сегодня просто найти хороший добротный лагерь это, ну, не знаю, как все равно, что искать иголку в стоге сена. Нету ни хуя. Вот просто ни хуя. В чем я, собственно, убедился, когда делал обзор на южное пивко. И, кстати, вот это Краснодар клубное я тоже хотел включить в тот обзор, но потом мы в последний момент решили, что поедем все-таки на денек погулять в Краснодар. И это отличная возможность для того, чтобы сделать вот такой красивый обзор на вот это клубное пиво. На мой взгляд, оно заслуживает, скажем так, внимания. Опять же, повторюсь, за счет вот этого карамельного солода у меня ожидание, по крайней мере, от этого пива, что оно просто не будет моча. Это будет нормальненькое, ровное пиво, ну, как обычно, без вау-эффекта. Но и, в принципе, ничего плохого в нем быть не должно. Тем более, что сам производитель уверяет нас, что это пиво сделано прямо на качество, на совесть из отборного немецкого и российского солодов, из знаменитого жатецкого хмеля. Они не используют в производстве никакие ускорители. И также увеличена стадия дображивания и созревания этого напитка. Что придает, собственно, насыщенный, сбалансированный вкус с таким солодовым тоном. Что ж, давайте проверять, собственно, пробовать. Кстати, это пиво у меня, к сожалению, не холодное, в отличие от тех южных экземпляров, потому что, ну, к сожалению, нет в номере холодильника. Как ни странно, в таком большом номере не нашлось место рефражератору. Что ж, я не думаю, что это нам как-то помешает оценить вкус напитка. Температура у него примерно там градусов 15-18, может быть. Хотелось бы, конечно, похолоднее, но ничего страшного. Слушаем аромат. Ну и аромат, знаете, здесь отчетливо солодовый, с такой хлебной корочкой. В принципе, что стандартно для обычного светлого лагера. Что ж, давайте пробовать на вкус. И знаете, мои ожидания здесь оправдываются. Оправдывается, если не на 100%, то как минимум на 90% точно. Вы можете все видеть, в принципе, по моей улыбке. Очень хорошо выброженное, сбалансированное пиво. То есть, они нас здесь не обманули насчет увеличенной стадии созревания, там, дображивания. Напитка. Я не знаю, увеличили они ее или нет, по сравнению с чем, собственно, увеличили. Но, когда здесь сделано все по фэншую, без спешки, это очень хорошо чувствуется во вкусе пива. Потому что здесь нет никаких лишних полутонов. Это исключительно такое, вы знаете, самое простое нейтральное пиво. Исключительно такой вот несладкий, такой прям вот умеренный солодовый тон. Он абсолютно не навязчивый. Для тех, кто любит вот такое прям вот супер-супер простое легкое пиво. Это вот прям вот таки хороший вариант. И нет никакого дренового послевкусия. Ничего. Исключительно вот солодовая составляющая. Причем, ну, кстати, немножечко водянистое это пиво. Мне бы хотелось быть чуть-чуть понасыщеннее, хотя бы двенашечку. Но при этом я понимаю, что за просмотром того же футбольного матча не нужно такое пиво. Нужно вот прям вот суперлегкое. Ты пьешь, оно тебя вот вообще никак не напрягает, не отвлекает. И это нормально. Вот таким оно и должно быть. Хмель, возможно, есть чуть-чуть на послевкусие, если очень-очень хорошо попытаться так прочувствовать. Но он играет именно такую сухую, освежающую роль. Довольно нормальное сухое послевкусие, которое заставляет нас делать еще глоток. И, блин, вообще я не знаю даже, что сказать. Производитель даже заявляет у нас в описании, что это пиво с солодовым тоном, оттеняющим такой хлебной корочкой. Я даже вот этой хлебной корочки здесь не чувствую. Что, собственно, хорошо. Очень классное, хорошо выброженное пиво. Наряду, знаете, с такими хорошими евролагерами, как, например, вот я недавно пробовал Асахи. Он хоть и не японский, а итальянского производства. Немножко они там изменили рецептуру под европейский манер. Но, тем не менее, это очень неплохое пиво. И по цене оно вылезает за соточку. А вот это вот за 50 рублей, возможно, в Краснодаре можно даже найти его и дешевле. Вообще никаких вопросов. Обалденно. И это просто, просто шикарно. Слушайте, я прям искренне рад за болельщиков Краснодара, что вам на футбольных матчах разливает такое пивко. Прям вот молодцы. Это уж точно лучше, чем, например, тот же Бат, которым так все упивались на чемпионате мира 2018 года. Просто, блин, вообще у меня здесь никаких вопросов. Не знаю, я что-то тут пытаюсь вам рассказать, передать. Но, блин, нормальное, классное, простое, ровное пиво. И ничего лишнего в нем нет. Такой вот был обзор. Спасибо за просмотр. Вообще, в принципе, спасибо, что вы смотрите мой канал. Если вы пробовали это пиво, обязательно пишите в комментариях. Особенно, если вы болельщик футбольного клуба Краснодар, сам Бог велел. Ну и, конечно же, ставьте лайки, подписывайтесь на YouTube канал, на соцсети, группу ВКонтакте особенно. Ну и, как обычно, по традиции, пейте только хорошее пиво. И помните, лучше по чуть-чуть, но с кайфом. С вами был Алан. Спасибо еще раз за просмотр. До новых встреч. Пока.